всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел поговорить о том что можно и как записать в домашних условиях то есть не идя на студию не обращаясь к профессионалам а сделать самостоятельно ну скажем так с наименьшими потерями качества в домашних условиях можно записать конечно же гитары в первую очередь то есть сейчас очень многие пишут гитары напрямую звуковую карту а потом уже обрабатывают это какими-то виртуальными инструментами плагинами то есть их очень много этих плагинов от разных фирм и встроенный лоджик также есть там те же самые например дизайнер педалборд так далее то есть можно вообще не иметь кроме гитары и кабеля и звуковой карты ничего из гитарного оборудования и в принципе получать разнообразные звучание под разные композиции так очень многие сейчас и работают даже даже несмотря на обилие какой-то каких-то примочек ноги записывают гитару прям вот так вот в карту напрямую это не всегда работает не во всех жанрах но зачастую это бывает более скажу так желательно чем записывать бирс микрофона с усилителя почему потому что бывает что ты записываешь на заказ например кому-то гитару и нужно прислать чистый исходник то есть прям линейный звук с гитары который потом звукорежиссер который уже будет обрабатывать и собирать композицию он например пропустит через какой-то свой усилитель который ему по его вкусу нравится его звук либо например он сделать какую-то свою обработку там с помощью виртуальных плагинов и так далее то есть бывает такое потому что если ты запишешь что-то со своими там педалями и прочим со своим усилителем то уже никто не сможет это с этим ничего сделать кроме как обработать там чисто эквализации компрессии так далее то есть у всех тут разные разные предпочтения но это можно записать с самыми как бы наименьшими потерями качества это можно записать и многие так работают второе это конечно же вокал тут чуть сложнее потому что тут нужно успевать скажу и кнопки нажимать и подходить к микрофону но это все можно тоже грамотно организовать но тут больше требований уже к помещению потому что помещение она если у вас очень шумно в комнате если у вас например не самый лучший микрофон или он как-то ловит слишком много то запись к еще записи будет конечно не очень но как минимум можно записать демо то есть можно записать демо кому-то отправить например если вы по интернету с кем-то работаете над написанием композиции можно таких домашних условиях тоже имеет только микрофон причем любой не обязательно какой-то конденсаторный там студийный можно обычный динамический иметь микрофон кабель звуковая карта это же принципе можно записаться в домашних условиях записать какую-то демку или какой-то там набросок как минимум вот вокал тоже третье конечно же клавишные инструменты клавишные инструменты проще всего писать потому что неважно где вы пишете хоть в там в поле в открытом хоть в дома хоть на студии они как правило пишется в линию то есть либо звуковую карту либо в микшер либо в какой-то еще интерфейс и все звук пишется непосредственно жесткий диск проект поэтому неважно где записываются клавиши клавиши также могут записываться по миди что опять же предполагает скорее наличие рядом компьютера чем какой-то дорогой записывающие техники их микрофонов то есть все записывается как правило напрямую компьютер если мы берем клавиши то есть либо записывается аудио с клавиш либо записывается миди информация потом она пропускается либо через какие-то там software инструменты плагины либо она пропускается обратно через уже сами клавиши и в выровненном скажем так виде и уже записывается аудио получившиеся то есть это такой наверно третий пункт ну бас-гитара соответственно тоже четвертый вариант бас-гитара это тоже инструмент который пишется как правило в линию очень часто 90 процентов случаев линию и потом либо пропускает через какой-то усилитель уже постфактум либо обрабатывается тоже с помощью виртуальных усилителей виртуальных плагинов бас-гитара тоже ничего сложного нет то есть нужно просто кабель хороший звуковая карта с хази входом то есть большие с большим сопротивлением и соответственно хороший инструмент и все то есть принципе бас-гитары записать очень легко ну то же самое касается акустический гитар с пьезодатчиком хотя я сам лично не рекомендую записывать гитару только с пьезодатчика потому что она звучит не очень естественно лучше записывать и пьезу и с микрофона одновременно записывать само акустическое звучание гитары тогда звучание акустической гитары будет на максимально полным и звукорежиссер который будет потом обрабатывать эту гитару у него будет больше возможностей добиться нужного звучания то есть вот такие основные инструменты элементы которым нужно минимум оборудования то есть вообще ничего стороннего не нужно особо кроме звукового интерфейса там как будто обычного кабеля и самого инструмента или микрофона в принципе больше ничего не нужно поэтому вот эти элементы можно записать домашних условиях нужно конечно же некий опыт по грамотному отстройка грамотной отстройки уровней там подбору каких-то может быть реальных этих плагинов в реальном времени чтобы слышать себя уже с обработкой а не играть сухую что тоже очень важно об этом я говорил в других своих видео по поводу того как слышать себя через logic с обработками и также если вам интересно как что можно и как записать в домашних условиях я советую посмотреть сериал живая записи от адая там уже доступно несколько серий где полностью показана запись всех партий от барабанов до вокала и до обработки всех этих партий от и до то есть полностью все показано самого начала до самого финального мастеринга соответственно все что там записано кроме барабанов то есть это о чем я сегодня в сегодняшнем видео не говорил все записано домашних условиях что барабаны конечно записать домашних условиях очень сложно только если где-то за городом на даче опять же имея уже конечно же большое количество микрофонов более серьезный аудиоинтерфейс большее количество проводов больше заморочек с настройками то есть там это уже не тянет на какую такую быструю домашнюю запись то есть это уже такая скорее полу домашний полу профессиональная запись именно вот барабанов поканально поэтому барабаны здесь сегодня я не упоминал и собственно в курсе живая запись от да я тоже барабан мы пишем на студии а все остальное пишем вот у меня здесь домашних условиях и это все показано в мельчайших деталях что и как то есть записывали электрогитары вокала бэк-вокалы бас гитару я клавиши записывал все записывал вот здесь домашних условиях поэтому если вам это интересная эта тема то обязательно посмотрите этот курс но в этом видео мы закончили увидимся с вами в следующих уроках с вами был дмитрий урсул всем успехов